Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях волонтер областного славянского культурного центра Елена Прокудина. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии, тем более, что тема нашей с вами сегодняшней беседы очень такая положительная. Это мероприятие в нашем городе. Славянский культурный центр не один год подряд радует наших горожан, жителей, гостей города Шымкента своими мероприятиями. Вот такой замечательный праздник, как День России в Казахстане, широко отмечается и у нас в городе под руководством Славянского культурного центра. Конечно. Расскажите, пожалуйста, что готовите в этом году на праздник, чего ждать горожанам? В этом году мы решили немножко изменить формат праздника. Мы решили пригласить довольно известную певицу из Москвы Инну Суботину и ее официального концентр-мейстера Московской романсиады Оксану Петриченко. Но они работают вместе давно. Это великолепная пара. Была возможность их послушать. Мы сделали этот интересный выбор для нашего города. Оксана Петриченко в нашем городе известный человек. Она приезжает практически каждый год на казахскую романсиаду, является членом жюри и является аккомпаниатором этой же романсиады. Поэтому музыкальный круг ее знает очень хорошо. Инну Суботину не знают, но, надеюсь, наш город ее примет так же, как и Анну Аверину, которую тоже никто не знал. Но мы ее пригласили на День славянской письменности, и зал был потрясен. Хорошо. Говоря о программе праздника, помимо тех изменений, что приедут новые гости, с которыми зрители смогут познакомиться, что еще будет интересного, нового, что готовите? Ну, так как мы решили поменять формат, мы решили показать нашему городу, устроить настоящий праздник. Будет представлена российская эстрада, будет представлен французский шансон, Инна поет на многих языках, один из них французский. Значит, она представит городской романс. И я думаю, что то, что мы услышим, это будет опять же впервые в нашем городе. Вообще, городской романс, он незаслуженно был забыт. У нас его вообще почти не знают. Знают в основном классический романс. Но вот как раз Инна Субутина, она представляет городской. И я думаю, что нашим зрителям это очень понравится. Хорошо. Лена Сергеевна, вот на каких зрителей направлен этот концерт? То есть это более взрослое поколение или, наоборот, молодые? Смогут ли дети? Будет ли им интересно на праздничных мероприятиях? Ну, здесь вот сейчас принято говорить плюс. Я думаю, что от плюс восемь. Плюс восемь это уже будет интересно, потому что будет представлена очень качественная эстрада. Она веселая, где-то грустная, где-то задумчивая. Ну, конечно, молодежь. И, конечно, романс, он не может оставить равнодушным, в принципе, никого. Ни молодых, ни возрастных, ни пожилых. Это очень романс, он для всех поколений. Это то, что касается романса. Эстрада, она, как правило, если это качественно, она тоже для всех. Мы привезем качество. И Инна Субутина это всегда качество. Хорошо. Елена Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот такой праздник, как День России в Казахстане, широко отмечается не только у нас в городе, но и вообще по всей республике. Вот лично ваше мнение, да, как волонтера Славянского культурного центра, насколько этот праздник несет свою важность в массы, в население? Насколько он нужен нашему городу, нужен тем, кто проживает здесь? Ну, во-первых, День России. Россия это наш и партнер, и друг. Наши страны очень давно дружат. И, конечно, мы этот праздник проводим в рамках нашей дружбы, наших очень теплых, тесных взаимоотношений. Мы партнеры по Евразийскому союзу. У нас очень дружественные отношения между президентами. Они дали, как наш президент поздравлял президента Путина с наступающим праздником. Я думаю, что этот праздник должен быть важен и для нас, потому что, как в былые времена говорили, не выбирай дом, выбирай соседа. Дружественный сосед это для нас хорошо. И, конечно, его праздник это и наш праздник. Ну и к тому же и в России тоже часто проводятся Дни Казахстана в России. Да, это есть. И в России казахстанцев очень любят. Ну, что говорить, А-студия, Натар Шукеев, опять же. И недавно вот открыт был дом Абая в Санкт-Петербурге. Открывается дом Жамбула. Вообще нас очень любят. Нас очень любят в России. И я думаю, что эти два праздника для них и для нас, они естественные. Ну, скажите, для тех, кто хочет посетить такой замечательный праздник, как День России в Казахстане, и посмотреть на таких звезд, как и на субботе, на отца на Петриченко, где можно приобрести билеты, сколько они стоят, и куда вообще приходить, когда будет мероприятие? Значит, мероприятие пройдет именно в День России, 12 июня, в 7 часов вечера в областном русском драматическом театре на площади Альфа-Раби. Вход, конечно, по билетам. Билеты стоимостью от 1,5 до 2 тысяч. Мы долго определяли ценовую политику, пришли к Эуду, нет, мы хотим видеть наших чинкенцев как можно больше, и поэтому цена не стала расти. Мы договорились там где-то по благотворительности, нам много кто помогает, и, в общем-то, сами певцы. Им интересен Казахстан. Инна приедет вообще к нам впервые. То есть для нее это будет открытие. Анна Верина, для нее это тоже было открытие. Поэтому мы определились, что это будет довольно низкая ценовая политика. Хорошо, Лена Сергеевна, что вы хотели бы пожелать нашим телезрителям? Больше хорошей музыки. Смотрите обязательно Атрар. Здесь много интересного, интересные новости. Но это, конечно, само собой. Атрар мы вообще уже помним, босс, какого времени. Больше хорошей музыки, больше хорошего настроения, хороших праздников, добрых праздников, ну и мирного голубого неба над нашей головой. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...